Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. Да, мы находимся у меня в берлоге, и сегодняшний выпуск будет не только интересным... Блин, нет, он же будет только интересным. Короче, с отцовством мне пришла не только благость всего этого происходящего, но еще и дикая волна ностальгических моментов, захотелось срочно играть во все игрушки и так далее. Вы уже видели проект Toyota Yaris, который близится к своему завершению, осталось только покрасить, ждем макет дизайна, там я сделал уже все, что хотел, и пока это томительное ожидание происходит, захотелось что-то еще поделать. И тут на помощь пришла магия трех саж, если вы понимаете, о чем я. Сижу я, думаю, чем бы занять шаловливые ручки, и тут Саня Шан, который геймдизайнер 3000, вот этот вот человек присылает мне фотку вот этих прекрасных японских деточек из 80-х. И я понимаю, что да, надо собрать модельку. И, кстати говоря, тот чувак, который продает эти модельки, Саша Пшеничный, у него первый в России магазин профессиональных сборных моделек, там очень много крутых японских штук, красок и так далее. Ну, все, кто в теме, знают его магазин, благо он находится прям совсем рядом, на личной. Те, кто не знают и ищут для хобби себе вот эти все машинки, приезжайте, я оставлю все суперссылки. Что томить? Креста Тойотка. Вот такая вот она прекрасная. Смотрите, она уже на стонсе. Она уже просто раздает максимальный ЖДМ своим хромом, белым и коричневым кожным салонам, и вообще всем, чем только можно. Это Ашима. Ашима классная контора по производству моделек. В общем-то, филигранней, наверное, ничего не найти. Хотя я в этом мало разбираюсь, и именно потому, что я нифига не понимаю, как это правильно собирать, так, чтобы это было офигенно красиво-бомбически, я обратился к мега-специалисту. Естественно, этим специалистом оказался Серега. Он уже собирал такие машинки и знает про них абсолютно все. Сейчас мы отправимся к нему и узнаем, что же нужно для того, чтобы собрать вот эту вот крошку. Йоу-йоу-йоу, камон, это Сережа Цхэ. Вы знаете его по таким фильмам, как «Напишу драм энд бейс», «Сделаю вам отличный саунд дизайн» и, естественно, соберу модельку Хонды Цивик. У нас здесь есть старое ведришко, шандал, немножко красок от своих гандамов, но оказалось, что Сережа настолько прошарен, что у него есть что сказать по этому поводу. Расскажите нам, как красить модельки и почему это так круто? Ну, во-первых, старайтесь избегать баллончиков, потому что... Не, можно, конечно, очень хорошо покрасить баллончиком, но нужен немаленький скилл для этого. Это прозрачное для стёкол, это вот этот серый ган, ну и клей, и всё, ну как бы, ну типа, камон. Вот, например, мои запасы. Вот, как минимум, грубо говоря, вот столько вот красочек вам понадобится для одной модельки. Вот у нас смывочка, кстати. Маркер. Маркеру! Тут всё нужно делать, как в реальной жизни. То есть, если вы когда-нибудь видели, как красит автомобиль, тут вообще-то всё то же самое, абсолютно всё то же самое, только пластик. Соответственно, раз у нас всё как в реальной жизни, нам потребуется и грунт, база, и лак, а также шпатлёвка. Ну это у нас чё? Это полировочка, пластополировочная, и это финишная полировка. Всё серьёзно. Лак. Хороший лак, всегда его юзаю, и вообще бомба. Также вот есть такая штука. Это делать ковёр. Вот, мы сначала красим пол лаком, ну не красим, а просто заливаем туда лак, либо клей. Вот. И через чайную сетечку вот эту просеиваем вот так вот по свежему лаку, она прилипает, засыхает и получается ковровое покрытие. Настоящее. В общем, деталей очень много, даже которых мы потом никогда не увидим, они всё равно делаются. А, у меня вон пустые баночки. Пустые баночки тоже нужны для микса, потому что краски и изначально акрил не смешан. Его нужно будет разводить с растворителем. Вот, у меня тюнячки. И вот такие штучки есть. Кто-то скажет, что это женские тени. Почти, только это тени для моделек. Профессиональные. Японские. Волшебная пыль. Это спайс. Это чтобы делать ржавчину, имитировать. Такой порошочек. Вот смывка. А, коричневая смывка. Смывка-затирка. Она затирка, на самом деле. Не затирка. Ну ладно, смывка, так смывка. Акцент color просто у них называется. Тут какие-то декали. Вот. Этого я покупал. Не это. Сейчас достану. Эта штука, чтобы делать ремни. Ткань. Мы имеем вот такие вот штучки-дрючки. Это замочки от ремней безопасности. Вот такие вот маленькие, металлические, настоящие. Вот такие вот ремешочки. Делается. Потом туда заводятся все вот эти штучки мелкие. Этих вообще надо до хрена. Штука. Нам понадобится куча шпажек. Суть в чем. Мы берем блютак. Мы загачиваем на шпажку, например. Кусочек блютак. Потом на шпажку какая-нибудь мелкая деталь. Ставим шпажку. И вот ее прекрасненько с аэрографом поливаем. Естественно, для всего нам потребуется очень хороший аэрограф. Это в данном случае профессиональный аэрограф Ханса. По-моему, немецкий. Его, кстати, надо еще обслужить будет. После смены цвета это всегда запарно. Нужно снимать сопло, чистить иглу. И главное, все это не закосячить. В общем, это бокс для работы с модельками. Здесь все нарезается. Здесь вот эта штука. Например, вот есть прищепочки. Мы защемляем сюда детальку. Вот сюда вставляются, как я ранее говорил, вот эти зубочистки все. Вот, красится деталь поворотная. Вот этот для мелких деталей стенд. А вот этот стенд для, собственно, автомобиля, для кузова. Внутрь вот так сажается, разжимается. Нужно совершенно разные эти размеры ставить. И так же крутится. То есть мы ставим. И очень удобно. Кузов никогда не трогаешь руками. И красишь. Вытяжка. Автомобильный фильтр, чтобы краска здесь на фильтре оставалась. Потому что дышать этим очень вредно. Хоть это и акрил. Но вот эти вот тиннеры пахнут очень неприятно. На один кузов, по-моему, такой бутыль уходит. Соответственно, примерно, прикинь, сколько краски уходит на кузов. Разбавлять абсолютно все надо. Так же инструменты очень важны. Всякие вот эти вот штучки, дрючки. Так, обязательно профессиональный скальпель. Без него вообще ничего не получится. Пилочки для ногтей. Прям вообще. Пинцетики вот. Прям вот он настолько тоненький, что можно, мне кажется, взять микроба. Такие пипетки тоже нужны для дополнения аэрографа краской. Ну, естественно, нужны новые, потому что это уже все. Они все одноразовые. Естественно, маскинг-тейп. Это именно модельный прям. Очень крутой. Ну и вот компрессор. Понадобится для аэрографа. Все, он чихит. Почему он в коробочке? Чтобы пыль не пыль. Потому что если пыль, то с модели потом это практически невозможно убрать. Потому что он залипает и... А мыть модель нежелательно. А у тебя не берет этот внутрь? Видишь, какие там ремешочки? Пятиточечные. Как живая, блин. В Японии это, как они, номера временные, которые... Да, транзитные. Естественно, этого всего не было. Все это расписывал самозвучную. Нужно видеть, что вот полоска под цифрами, а не над. Имитация прозрачная. Вот расшивочка, видишь, какая аккуратная. И она глубокая. Если, типа, ее не сделать, а оставить вот как есть, неотесанную, то ее уже вот прям не будет. Она закроется грунтом, лаком и так далее. Ну, из баллона ты так вот, в такой глянце не выдуешь. Никогда. Прямо ровно в зеркало. Без шагрений, чтобы и так далее. То есть красится, как реальная тачка. Точно таким же принципом. Да. Просто смысл брать баллон, чтобы побыстрее ее задуть, типа, и побыстрее сделать. Ну и зачем? Гори-гой, если выгадал, инструкция. Кайфовая тачка. Самое сложное, это не вот это вот собирать. Это просто как бы муторно, долго мелкие детальки всякие, да? Прям микроскопические. Самое сложное, это кузов. То есть как ты сделаешь кузов, насколько качественно, настолько как бы модели будет выглядеть. Потому что это 90% вообще всего вида модели. Едино. Диски в комплекте. Разные, на выбор. Мы, естественно, поставим самые бешеные. И столько тут нету, да? Не, она уже стонс. Уже стонс, да. Ее даже дропать не надо. Это очень, кстати, хорошо. Потому что дропать тачки не очень. В инструкции дофига чего еще нет. Чего ты, типа, можешь надевать сам. Как, типа, ковер или там ремни безопасности, которых тут тоже нет. Они предусмотрены. Я бы еще глушак бы столько не одевал. В магазине можно взять эти тюнинные металлические. Бампера отдельная такая. Вот торпедка классная. Вот ее расписывать вообще гемор. Зубочистками. Зубочистками. Тачка как гоня еще, конечно. Кайфовывает выбором. Вообще на стиле просто. Все вот эти огрехи ледников, естественно, все на это надо выравнивать. То есть из коробки вы покупаете неподготовленный материал. С ним его тоже нужно подготавливать. Как и, собственно, реальной настоящей машиной. Нельзя покрасить поверх старой краски просто сверху. И все отвалится. Собственно, что? Не знаю, что. Едвину! Надо, короче, приступать. Не терпится прям начать делать кузов. Да ты задрот. Что ж, вот мы все и выяснили. Горядут перемены. Обязательно следите за этим. Подпишитесь, напишите коммент, если было круто. Это важно для того, чтобы бездушные машины интернета чуть-чуть продвинули мою движуху куда-то в массы. Может быть, это видео оказалось полезным для каких-то начинающих моделистов, типа меня. Если было не круто, то забейте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!